Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем евангельском чтении во время литургии мы слышали небольшой отрывок, в котором повествуется об исцелении двух слепых людей, живших в Иерихоне. В этом мире можно себе представить, с какой надеждой, с какой внутренней силой обратились они к Спасителю, зная о Его чудодейственных возможностях. Они всю жизнь были слепыми, они никогда не видели Божьего Света. Вокруг них шумел мир, шептал мир, сотрясался звуками. Они даже образов не могли представить видимых, всего того, что вокруг них происходило. Они не представляли, что такое небо, что такое земля, что такое растение, что такое люди, что такое здание. Они жили полностью в изолированном своем мире, и только звуки этого внешнего, неведомого для них мира достигали их. И, конечно, возбуждали чувство огромной скорби. И вот, прослышав о том, что в их город приходит великий чудотворец, проповедник, Иисус из Назарета, они бросились к Нему, как к последней надежде. И, как повествует евангелист, Господь сжалился над ними. И даже ничего у них не попросил. Иногда Он спрашивал у тех, кого желал исцелить, веришь ли ты? И в ответ на веру людей Он исцелял. Здесь ничего подобного не было. Он только сжалился и исцелил. Вот это повествование учит нас тому, что Бог иногда простирает свою милость на людей, которые молиться не умеют и ни о чем не просят. И даже не отдают себе до конца отчета, верят они в Бога или не верят. В каких-то жизненных обстоятельствах вроде как верят, а в иных обстоятельствах и не верят. И вообще о Боге забывают. И мимо храма проходят, даже не задумываясь о том, что ведь следовало бы зайти когда-нибудь в храм и просто в тишине постоять и подумать о своем, и к Богу обратиться. И ведь как много у нас таких людей. И вот возникает вопрос, они что, все вне милости Божьей? Да совсем нет. Господь исцелил слепорожденных без всякой молитвы с их стороны по своей величайшей любви к людям. Вот так очень часто Господь исцеляет души, просвещает разум и дает видимые знаки своего присутствия на жизненном пути тех, кто вроде как бы до конца и не верит в то, что он существует. Образ исцеления слепых свидетельствует не только о трагедии, потере физического зрения и радости его обретения. Это свидетельствует еще и о том, что Господь может исцелить людей не только от физической слепоты, от слепоты духовной. А что такое духовная слепота? Это неспособность людей прозревать суть того, что вокруг них. Это неспособность видеть добро и зло, отличать правду от лжи. Духовно слепой человек – это как судно в океане без всякой навигации. Оно движется, если это парусное по воле ветра, ну а если не парусное по воле капитана, ну если у капитана нету понятия того, где находится судно, куда нужно идти, где рифы, а где тихая вода, где мель, а где достаточная глубина, то наверняка такое судно разобьется. Вот так и в жизни нашей. Если у человека нету духовного зрения, он очень рискует собой. Он может избрать неправильный образ жизни, неправильный жизненный путь. Он может соединить свою судьбу с человеком, в котором он не увидел, не отличил зло от добра или добро от зла. И ведь как часто это случается, как много человеческих трагедий, только потому, что молодой человек и девушка, полюбившие друг друга и пожелавшие соединить свою судьбу, не сумели распознать внутреннего, подлинного состояния другого. И за внешней приветливостью, и симпатичностью, и ласковым обхождением может скрываться человек очень опасный, который не пожалеет судьбу того, с кем он вступает в брак. И мы знаем, что очень много браков распадается именно потому. И нередко приходится слышать. Но как же я не смог разобраться или не смогла разобраться? Но почему это произошло? Да потому, что не было духовного зрения. Ну и так происходит не только в нашей личной жизни. Так происходит в жизни общества, государства. В этом году мы вспоминаем столетие кровавой революции. Ведь тогда тоже не смогли разобраться. Тогда тоже не было духовного зрения очень многих, хотя люди называли себя верующими. Не могли красивые слова отличить от подлинной сути того, что предлагалось людям, а им предлагалось насилием через смерть, через страдания поменять жизнь в стране под обещание, что эта жизнь станет лучше. Да что говорить о прошлом? А разве настоящим мы не делаем ошибок? Разве настоящим нас не увлекают красивые слова различного рода обещания? Это бывает и в политической жизни, но это так часто встречается в обычном информационном пространстве, когда люди увлекаются некими для них кажущимися идеалами. Они создают себе кумиров. Они готовы слушать эти кумиры и поступать так, как эти кумиры их учат. И очень часто в результате человеческие трагедии, конфликты, разочарования в жизни. Я уже не говорю о таких страшных последствиях, человеческих заблуждений, как полная катастрофа в жизни. Когда у людей же не хватает сил жить, и не имея веры в сердце, они сами на себя руки накладывают. Отсутствие духовного зрения это катастрофа. это опасность огромного масштаба и для личности, и для общества, для народа. Кто же нам может дать это зрение? Никто, кроме Бога. очень часто, приходя к человеку святой жизни, к старцу на исповедь, даже не понимаешь, каким чутьем он все чувствует и как он понимает твою внутреннюю жизнь. Вроде ты ему ничего особенного не сказал, а человек, взглянув на тебя, видит, понимает и чувствует. Это нельзя просто назвать интуицией, потому что эта интуиция строго привязана к образу жизни этого человека, к его вере, к его близости к Богу. Вот когда мы с вами возрастаем в вере, когда у нас появляется навык молитвы, когда мы умеем с Богом разговаривать, когда мы ему поверяем свои сокровенные мысли и чувства, когда мы раскаиваемся перед ним, как не можем даже раскаяться перед духовником, когда мы не чувствуем средостения между собой и Богом, тогда Господь открывает нам это внутреннее духовное зрение и каждому в меру его веры и его близости к Богу. Трудно достичь тех прозрений внутренних, духовных, которыми обладают святые люди, но даже простой человек, никак не претендующий на святость, через свой личный духовный опыт способен приблизиться к Богу так, чтобы открылись его внутренние духовные очи, и чтобы вдруг многое он увидел с иной точки зрения, чтобы у него выработалось устойчивое критическое отношение к той огромной информации, которая обрушивается сегодня на человека, к тем словам, которые иногда увлекают, а на самом деле увлекают ни к свету, ни к правде, ни к счастливой жизни, а к духовной погибели. Духовное зрение — это верный навигатор к тому, чтобы жить полной жизнью, не впадая в крайности и не ставя свою жизнь под угрозу. Господь исцелил слепцов без их молитвы, но нам нужно молиться, чтобы Господь исцелил нашу духовную слепоту. И эта молитва должна быть глубокой, искренней, сердечной. Мы ни в коем случае не должны забывать Бога. Ни в радости, ни в скорби. Мы не должны Его забывать никогда в течение дня. Это не значит, что мы все время должны молиться, но мы должны жить и сами себя осознавать как бы предстоящими Богу. Вот в Ветхом Завете есть такой замечательный образ пророка, о котором говорит Слово Божие, что он, пророк, ходил пред очами Божьими. Это, конечно, образ, но это означает, что пророк тот, кто постоянно сознает себя в общении с Богом и через молитву предстоит Богу. Вот какая-то часть такого образа жизни, такого образа мыслей должна быть и у нас, чтобы Господь вразумил нас и открыл нам внутренние духовные очи, то зрение, которое очень помогает в жизни, в личной, в семейной, в общественной и в государственной. Будем просить Господа о том, чтобы Он милостью Своею снизошел к нам грешным и просветил очи душевные, дабы видеть славу Его и видеть Его божественное присутствие в нашей жизни. Сегодня мы вспоминаем двухсотлетие со дня рождения отца Антонина Капустина, выдающегося сына Церкви Отечества, человека простого из простой семьи деревенского священника. Мы имели возможность вчера посетить то место, где он родился, где он жил, храм, связанный с его жизнью. Это наша русская глубинка. И вот из этой глубинки просиял человек огромного таланта, который приобрел энциклопедические знания. Он стал не просто ученым богословом, он был ученым астрономом, историком, архивистом, новизматом. Он занимался археологическими раскопками. он изучал историю не по книгам, а по источникам, прекрасно владея древними и новыми языками. Вот такой сын земли Курганской. По воле Божией большую часть своей жизни провел в святой земле. И что же произошло в Палестине за это время? политическое положение в Палестине было очень сложным. Контроль над этой территорией был в руках турецкого султана. Было достаточно сложно выстраивать отношения с местными властями и законы тогдашние запрещали европейцам приобретать земли в Палестине. И отец Антоний Капустин сознавая необходимость для России для русского народа иметь свое присутствие рядом с гробом Господнем силой своего ума дипломатического такта и доброго сердца так располагал к себе людей что ему удалось приобрести участки для России в самых важных местах Святой Земли рядом с гробом Господнем буквально на границе гроба Господня в Хевроне где дуб Маврийский Айнкарем где сегодня существует наш Горненский монастырь участки в Яффе в Тиверии и в других местах и сегодня это все является нашей землей не в политическом смысле в смысле духовном русская духовная миссия в Иерусалиме является собственником этих земель а на них построены храмы монастыри там сегодня молятся тысячи и тысячи наших паломников и трудно сравнить жизненный подвиг отца Антонина с каким-то другим действием и деятелем столь потрудившимся для того чтобы русский мир присутствовал за границ историческими границами России мы с благоговением вспоминаем память вашего великого земляка и молимся чтобы Господь за подвиг его жизни даровал ему Царство Небесное и чтобы его пример вдохновлял нынешнее поколение духовенства русской православной церкви к тому чтобы совершенствовать самих себя возрастать в познаниях как богословских так и светских возрастать духовно дабы нести достойно Слово Божие своему народу память о пребывании всем святом храме я бы хотел преподнести вот эту святую икону Боголюбской Божией Матери под покровом Царицы Небесной пусть пребывает жизнь жителей города Кургана и Курганской области а для всей епархии я бы хотел преподнести 21 на престольное евангелие в надежде что как минимум еще 21 храм возникнет на этой земле и у вас будет евангелие которое можно будет сразу положить на престолы этих храмов года в в